Здравствуйте! Это новости на телеканале ННТ с последними событиями и коротко о главном. Сергей Меликов обратился к дагестанцам в связи с ростом заболевших коронавирусом, а медучреждения республики увеличивают коечные места. Инвестпроект, сложная конструкция и особый уход. В Кизилюртовском районе заложен сад суперинтенсивного типа. Что это значит, расскажут сегодня наши коллеги. Солидный гонорар за победу в селе Дылым. Подведены итоги турнира по вольной борьбе на призыв Мусы Азаева. Подробности в завершении выпуска. Сергей Меликов, обеспокоенный резким скачком роста заболевших новой коронавирусной инфекцией, обратился к дагестанцам. Уважаемые дагестанцы, дорогие земляки! Последние дни в республике наметилась тревожная тенденция к росту заболеваемости коронавирусом и численности госпитализированных. Мы опять вынуждены увеличить коечный фон для ковид-больных. К сожалению, не удается избежать и потерь. Нынешняя ситуация все больше напоминает нам о событиях годичной давности, когда в дома дагестанцев неожиданно пришла беда. Вспомните, скольких дорогих для нас людей мы потеряли. Вспомните о часах и минутах, когда не удавалось достойно проститься с родными и близкими. Неужели мы позволим вернуться в нашу жизнь таким понятием, как локдаун, удаленка, дистанционное образование? Неужели мы хотим опять сидеть в заперти, без работы, чтобы наше лето и осень наши дети видели только из окон квартир домов? Чтобы в республике замерла хозяйственная и экономическая деятельность? Остановились стройки, закрылись театры, опустили спортивные залы. Чтобы стало невозможно проводить религиозные обряды, играть в шумные свадьбы, путешествовать, общаться с друзьями, познавать мир. А ведь Дагестан – один из регионов России наиболее пострадавших в период пандемии. Мы многое перенесли и уверен переосмыслили этот тяжкий опыт. Призываю вас в память о тех, кого мы потеряли, ради тех, кто должен жить дальше, сделать все возможное для благополучного завтрашнего дня. Несмотря на распространение коварной инфекции и тревожный прогноз, у нас есть шанс, и этот шанс – вакцинация. Знаю, кто-то предупрежден против такого шага, кто-то испытывает сомнения, даже страх, свойственный человеческой природе. Недоверие подпитывается информационными вбросами, якобы о ненадежности вакцины, а порой грубо сработанными фейками, действующими на подсознании. Хотел бы призвать земляков – не позволяйте манипулировать вами, вашим здоровьем, вашей жизнью. В нашей республике, как и в других российских регионах, приняты меры для проведения массовой вакцинации. Сегодня у нас есть выбор, и все предлагаемые российскими специалистами вакцины уже доказали свою эффективность. Наши отечественные препараты призваны в многих странах мира. Да, вакцинация – дело добровольное, но речь идет о нашей с вами безопасности, безопасности граждан России в целом. Вакцинация – это кратчайший путь к возвращению в русло нормальной жизни, с ее повседневными заботами, планами, общением, с дорогими близкими, удовлетворениями от любимой работы. Я убежден, эти ценности объединяют нас всех, и нет человека, который бы не желал добра и благополучия своим родным, друзьям, коллегам, в конечном счете своему родному краю, родной стране. Уважаемые друзья, очень рассчитываю на вашу поддержку. Пусть здравый смысл победит недоверие, беспечность и необоснованный страх. В свою очередь, в медучреждениях республики увеличивают коечный фонд для ковид-больных. Рекордное число госпитализаций за сутки почти 180 человек поступили в стационары республики с 15 по 16 июня. За день выросла и статистика смертности. Скончались три пациента, не сумевших справиться с болезнью. Общее число скончавшихся от осложнений после заражения коронавирусом в Дагестане достигло 1510 человек. Еще раз хочу обратиться к населению. Не пренебрегать мерами эпидемиологической безопасности, не пренебрегать ношением масок. Мы понимаем, что люди устали от масок. Мы в сезон уже готовимся к сезону отпусков. Один из важных механизмов стабилизации эпидемиологической ситуации является вакцинация. На сегодняшний день в республике провакцинировано более 115 тысяч человек. У нас имеются, конечно, лица, которые переболели, у которых имеются антитела. Но хотелось бы сказать, что уровень антител снижается. И уже имеются случаи, когда новые штаммы, и это доказано Роспотребнадзором, новые штаммы пробивают иммунитет, который возник после перенесенного заболевания. Но имеется данное о том, что эти штаммы не пробивают иммунитет, который возникает после вакцинирования. В целях профилактики сотрудники мэрии Махачкалы совместно с ГИБДД раздали сегодня более тысячи масок в общественном транспорте. Кроме того, специалисты проводили беседу с водителями и пассажирами о важности соблюдения мер безопасности в местах массового скопления людей. Такие проверки будут продолжаться. Их цель, как говорят в мэрии Махачкалы, не наказывать, а убеждать людей соблюдать меры безопасности. Медицинские эксперты обсудили с дагестанскими журналистами важность вакцинации против ковид. По словам врачей, пандемия не идет на спад. Напротив, вирус стал более заразным и протекать тяжелее. Во всей России за сутки зарегистрировались свыше 14 тысяч новых случаев ковид-19. Специалисты призывают в кратчайшие сроки вакцинировать население. Так выработается коллективный иммунитет и появится возможность ликвидировать инфекцию. Ежедневная суточная гестеризация у нас составляет порядка 140-150 человек в последние дни. Основная мера профилактики этой инфекции – это вакцинация. Мы сейчас получили в республику около более 140 тысяч доз вакцин. На сегодняшний день мы привили более 116 тысяч человек. Но чтобы получить хороший популяционный иммунитет, мы должны привить 60% взрослого населения. Это по статистике порядка 101 миллион 350 тысяч человек мы должны привить. Также врачи отметили, что по сравнению с прошлым годом заражаться все чаще стали молодые люди. И клиническая картина тоже меняется. Заболеваемость уже две недели идет, рост заболеваемости. И мы все время обсуждаем с клиницистами и в стационаре непосредственно обсуждаем и видим, как меняется клиническая картина у пациента с новой коронавирусной инфекцией. То есть что идет? Тенденция к омолаживанию возраста. Если у нас была категория 60+, да, больше, превалировала, то сейчас у нас идет от 20. Мы в начале пандемии думали, что это продолжится в течение года. Мы достигнем эпидемического порога. То есть возникнет коллективный иммунитет и заболевание пойдет на спад. Но, к сожалению, все наши такие, скажем, прогнозы, они не оправдываются. Чтобы было успешное завершение пандемии, нужно, чтобы коллективный иммунитет возник одномоментно. То есть вакцинация не должна проходить еще не в трех лет. Вакцинация должна проводиться в кратчайшие сроки, когда вирус еще не успевает мутировать и приспосабливаться к этой вакцине. Напомню, на данный момент в стране зарегистрировано 4 препарата от коронавируса. Спутник В, спутник Лайт, Эпивак Корона и Ковивак. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. В Кизилюртовском районе заложен сад суперинтенсивного типа. Инвестиционный проект реализуется в окрестностях села Стальское. Моя коллега Алина Багилова узнала, в чем успех и секрет такого сада и чем он отличается от обычного. Предприниматель этого проекта делает ставку на суперинтенсивные сады. Они в корне отличаются от традиционных. Здесь деревья растут вплотную, они в 10 метрах друг от друга. Метод не новый, но в Дагестане его используют не все садоводы. Пока изучают, говорит Хайбула, самое главное, такой сад не прощает ошибок. Любая ваша ошибка будет бить вам именно по карману, потому что данный сад не прощает ошибок. Любая ошибка в обработке, в поливе или в какой-то вроде недостатке техники или оборудования может обернуться тем, что вы можете потерять этот сад. Или этот сад станет не суперинтенсивным, а станет просто обычным садом и будет приносить не тот объем плодов, который вам нужен. Каждое дерево крепят к рейкам или проволочному полотну. Это позволяет избежать ломки веток и преждевременной потери урожая. Суперинтенсивный сад имеет сложную конструкцию и требует особого ухода. Деревья нужно защищать в первую очередь от ветров. Если этой подвески не будет, то если будет, ну сегодня нет ветра, но если он был бы, эта ветка начинает болтаться. И когда она бьется от металлических стержей, начинают выпадать именно плоды. И для этого мы сделаем эту подвеску, чтобы она равномерно, во-первых, была устойчива, а во-вторых, именно шла вертикально вверх. То есть сам саженец ни вправо, ни влево. То есть он должен расти вверх. Чтобы саженцы развивались, их постоянно поливают. Его обеспечивает система капельного полива. Через такие пластиковые трубы можно подавать саженцам и питательные вещества. В итоге высокая урожайность – 150 тонн с гектаром. У каждого дерева есть именно полив воды. И не только полив обычной воды. У нас также есть специальные зеревуары, в которых мы смешиваем различные минеральные удобрения, которые позволяют этим саженцам быстрее набирать силу и приносить плоды. В саду Хайбулы Малачиева применяются и другие нестандартные методы ухода за садом. По его словам, головная боль всех садоводов – это сорняки. Так, вместо газонокосилки он завел уток, чтобы бороться с злостными вредителями. Постепенно своего рода обучил их тому, что они идут и как газонокосилка начинает щипать всю эту траву с данными растениями. Потому что пойдет дождь или когда мы поливаем сад различными минералами и удобрениями, они начинают активно расти. И в этом плане любой способ, чтобы с ним бороться, мы будем использовать, как сейчас мы используем гуси. Реализовать проект садоводу помогает государство. По линии Министерства сельского хозяйства на развитие интенсивного сада выделено около 18 миллионов рублей. Алина Багилова, Магомед Магомедов и Дауд Гасанов. Телеканал ННТ Кизилертовский район. Городские службы Махачкалы проводят очистку ливневой канализации вдоль канала Октябрьской революции. Специалисты работают по улице автомобилистов, после чего планируют перейти на улицу Ахульго. До начала работы было проведено полное обследование сетей и выявлены наиболее сложные участки. Также при проверке были выявлены факты подсоединения друг к другу труб, а на некоторых участках трубы отсутствовали. Это могло послужить дополнительной причиной плохой пропускной способности сетей. Все эти меры направлены на недопущение подтопления улиц и стоков ливневой канализации в канал в период обильных осадков. День безопасности прошел в детском оздоровительном лагере «Солнечный берег». Представители чрезвычайного ведомства ознакомили школьников с поседневной деятельностью МЧС. Пожарно-спасательной техникой, боевой одеждой пожарных научили правильно пользоваться огнетушителем и тушить пожар. Также сотрудники МЧС напомнили детям и о правильном поведении на водоемах. Продемонстрировали способы оказания первой медицинской помощи. Отмечу нежегодно, с наступлением школьных каникул, Главное управление МЧС России по Республике Дагестан проводит акцию МЧС Дагестана за безопасные каникулы. В рамках акции во всех детских лагерях Республики проходят обучающие занятия по правилам безопасной жизнедеятельности до конца летних каникул. Дагестанский аул «Призрак Гамсутль» будет закрыт с 6 по 10 июля включительно. Туристы не смогут попасть в село ни на транспорте, ни пешком. Движение будет ограничено по отрезку дороги между Сагратлием и Чоком. Такие ограничения связаны со съемками художественного фильма Валерия Кривцуна «Аманат». Это картина о сыне и маме Шамиля Джамалудини, который в 9-летнем возрасте был выдан отцом заложники царскому правительству. Действия ленты охватят период после Кавказской войны. В Министерстве туризма просит учесть эту информацию при планировании туристических маршрутов. 100 тысяч рублей за победу. В селе Дылым Казбековского района подведены итоги турнира на призы Мусы Азаева. Традиционный кубок мастера спорта Советского Союза с прошлого года разыгрывается в одном весе до 61 килограмм. Кто стал триумфатором, расскажет Курван Рагимов. Турнир на призы Мусы Азаева имеет давнюю историю и проводит его уже в 24-й раз. В свое время здесь с переменным успехом выступали даже олимпийские чемпионы Хаджумрад Магомедов, Мураду Маханов и Абдул-Рашид Садулаев. Для жителей и гостей Дылыма турнир по традиции вызвал аншлаг. С прошлого года кубок Мусы Азаева разыгрывают в одной категории до 61 килограмма. Призовой фонд в размере 200 тысяч рублей оспаривали 22 вольника. Приехали они из разных уголков Дагестана. Есть также представители Азербайджана, Чечни, Бурятии и Ставропольского края. В прошлом году в турнире участвовало 15 человек. В этом году чуть расширился турнир и как географический, так и в количественном составе. И по накалу страстей схватки были очень напряженные. 22 человека, из них было 4 человека мастера спорта международного класса. Статус основного фаворита состязания оправдал борец из Хасавюрта Абазгаджи Магомедов. Как и в прошлом году, чемпион Европы смотрелся увереннее своих соперников. Четыре встречи он завершил досрочно и только в финале с Зелимханом Абакаровым схватка продлилась все 6 минут. Я уже второй раз борюсь. Мне все нравится, вроде все грамотно, все шикарно сделали. И Мусею Магомедовичу большое спасибо, что он сделал такой турнир. 61 килограмм. Праздник для нас, для всех. Потому что мало соревнований бывает, а бороться хочется. И бороться всем Казбековскому району, что они так хорошо болеют. Вслед за финалистами места на пьедестале заняли представители Азербайджана Ислам Базарганов и еще один хасавюртовец Салих Мурадов. Чемпион увез с собой 100 тысяч рублей. Остальные медалисты получили 50 и по 25 тысяч рублей соответственно. Курбан Рагимов, Махач Магомедов, телеканал ННТ, Белын, Казбековский район. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Оставайтесь с ННТ. Смотрите новости на сайте nnttv.ru. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»